Острое ощущение охоты. Вызов самой природе. Возможность проявить себя и много адреналина. В погоне за штормом все время приходится испытывать себя на прочность. Звучит захватывающе? Подождите до конца видео, и возможно вам не захочется этим заниматься. Я еду быстрее ветра. Знак, предупреждающий о том, что город закончился, исчезает далеко позади. Молния ослепляет меня каждые пару секунд, а лобовое стекло машины заливает дождь. Заметьте, это не мое первое Родео, но я привык к тому, что нервничать — это только часть моей работы. Мусор, ветки деревьев и грязь, покрывающая дорогу — все это признаки надвигающейся опасности и признаки того, что моя охота пройдет отлично. Внутром чую, я все ближе к шторму. Воздух наэлектризован, и все вокруг приобрело зеленоватый оттенок. Говорят, красота в глазах смотрящего, и мне несложно найти ее в штормовом небе. Когда люди спрашивают, почему я этим занимаюсь, ответ простой — все дело в красоте шторма. Но это еще и моя работа. Я фотограф природы. Каждая охота на шторм начинается с будничных рутинных дел и скучных дней ожидания подходящей возможности. Большую часть времени шторм в тысячах километрах от меня, и нужно заранее спланировать каждую деталь предстоящего путешествия. Если вам не повезло жить рядом с аллей Торнадо, то нужно, первое, купить билет на самолет, второе, придумать, как перевезти все оборудование, и третье, арендовать хорошую, надежную машину. Не стоит и говорить, что нужно четко соблюдать время, чтобы добраться до шторма в пиковый момент, перед тем, как он станет слишком опасным. Но даже тогда нет гарантии, что вы получите, что хотите. Меня часто спрашивают о том, как стать охотником на шторм. Думаю, эти люди просто посмотрели пару фильмов-катастроф и жаждут всплеска адреналина. Если это так, я пытаюсь сделать все, чтобы переубедить их. Только более серьезная причина, исходящая из глубины их сердца, могла бы привести к разговору о том, как стать охотником за штормом. Например, в молодости я не был крутым парнем или сорвиголовой. Нет, я был ботаником, и тем, о ком обычно говорят, не от мира сего. Я не мог оторваться от книг о погоде. Я учил и изучал все о том, как формируются дождевые облака, что такое циклон и что нужно для появления торнадо. Шторм был для меня мечтой, но я знал, что сначала мне нужно учиться. Так что мое попадание в клуб охотников за штормом было неизбежно. Сначала я стал простым наблюдателем. Обычно это добровольцы, нанятые и обученные для того, чтобы помочь местным метеорологическим станциям находить шторм. Как метеостанции, так и охотники могут подключаться к спутникам и метеорологическим радарам. Но те данные, которые можно от них получить, не дают гарантии, что шторм получится предугадать со стопроцентной точностью. Только внимательный наблюдатель справится с задачей. Это как раз то, что делают штормовые наблюдатели. И полученные навыки очень важны каждому охотнику, который хочет стать профессионалом. Продолжим разговор о данных. Вот где начинается охота. Проверка прогноза погоды каждый час. Изучение областей, где холодный воздух может столкнуться с теплым. Поиск всех ситуаций, благодаря которым может начаться шторм или торнадо. Все оборудование всегда должно быть готово. Радары, ноутбуки, радио и все остальное. То, благодаря чему вы остаетесь в курсе событий. Ваш партнер должен тоже быть готов. Никогда не отправляйтесь в погоню за штормом в одиночку. Таков закон. Один будет искать лучшее место для перехвата торнадо. А другой должен полностью сосредоточиться на дороге. Но это худшая часть дела. Потому что машина обойдется вам очень дорого. Если хотите догнать торнадо, нужен серьезный автомобиль. Он должен быть вашим замком на колесах и не бояться ударов. Он должен быть тяжелым. Хотя это не так важно, ведь торнадо может перевернуть и комбайн. Он должен быть бронированным. В нем должны быть припасы для чрезвычайных ситуаций. И он должен быть достаточно мощным, чтобы ездить по бездорожью, сохраняя скорость. Немногим известно, что самые большие проблемы, с которыми можно столкнуться во время охоты на шторм, связаны не с погодой. Представьте, что будет, если пара сотен таких монстров на колесах преследует один шторм, и поймете, в чем дело. К сожалению, охотой за штормом занимаются не только профессионалы. Вот в чем заключается трудность. Это значит, что куча необученных охотников подвергают риску не только себя, но и других. Я видел такое много раз. Пробки. Люди едут не по той стороне дороги или бросают машины прямо между штатами. А некоторые все готовы сделать, чтобы раньше других добраться до шторма. Это первая причина, почему нельзя заниматься подобным без специальных знаний. Другая причина — сама охота. Момент, ради которого живет каждый охотник. Но еще и момент огромного риска. Помню, когда я поймал лучший шторм, который когда-либо видел. Путь длиной в тысячи километров стоил того. Шторм был в открытом поле, а я находился позади него. Все признаки указывали на возможность появления торнадо. В штормовых облаках была огромная выпуклость, и ветер усиливался. Единственное, о чем я беспокоился, что дождь спрячет от меня торнадо. Если так случится, вода укроет его, и он станет почти невидимым для невооруженного глаза. Мне нужно было принять мгновенное решение о том, когда поворачивать к торнадо. Повернешь слишком рано, встанешь на его пути, что может привести к худшему. Повернешь слишком поздно, и не получится занять хорошую позицию или увидеть хоть что-то за непроницаемой стеной проливного дождя. Наконец, я принял решение, но как оказалось неправильное. Так как я попал в пробку, я думал, что все потеряно. Но вдруг заметил нечто странное неподалеку. Ветер начал вращаться у земли. Это было рождение воронки смерчи. Она возникла быстро и начала двигаться вперед. Сначала я лишь немного заволновался, но потом и вовсе запаниковал, когда понял, где прячутся все остальные охотники. Они отправились на ближайший мост в поисках убежища и хорошей наблюдательной позиции. Они были прямо на пути торнадо и совершенно не замечали этого. Почему-то многие дилетанты, делающие это ради веселья, до сих пор верят в распространенные мифы о торнадо. Но мосты небезопасны. Я бросился к ним как можно быстрее. Мой партнер взял другую машину с дороги и последовал за мной. Мы думали, что сможем вытащить их оттуда и уехать, но воронка неминуемо приближалась. В бешенстве смерч кусал нас за пятки. И все, что мы могли сделать, это заблокировать пути к мосту двумя машинами и кричать остальным лечь на землю. На самом деле, неважно, насколько страшен ветер, наибольшую опасность представляют обломки вокруг торнадо. Мы прибыли как раз вовремя. Смерч прошел прямо над нами, сильно повредив машины камнями и обломками. Я не мог сделать ни одного фото, но зато помог выжить другим людям. Некоторые из них после случившегося бросили охоту за штормом. Многие позже решили просить помощи у профессиональных охотников, усердно учились и тренировались до следующего раза. И это был лучший результат охоты на моей памяти. Охота на шторм начинается с догадок и сомнений, скуки. Затем следует всего несколько часов действий. За это время наблюдать за чем-то удивительным вы будете всего 10 минут. Заниматься этим или нет – ваше дело. Но одно можно сказать – наверняка вам нужен профессионал, который проведет вас через это. Кто-то, чье мастерство перешло в интуицию. Если у вас ее нет, то лучше продолжить обучение. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но у нас есть и другие видео, которые вам понравятся. Надо всего лишь выбрать ролик справа или слева, кликнуть на него и наслаждаться. Оставайтесь с Эдми. Субтитры сделал DimaTorzok